Лечение психических заболеваний одна из сложнейших задач современной медицины. Такие варварские способы лечения душевнобольных применялись на протяжении веков в прошлом. Используя метод условных рефлексов, Иван Петрович Павлов впервые в мировой науке начал изучение влияния лекарственных веществ на высшую нервную деятельность животных. Академик Павлов по праву признан основоположником психофармакологии. Науки, изучающие влияние лекарственных веществ на поведение, эмоции, расстройство психической деятельности. Только в 50-е годы нашего столетия появились психотропные средства, эффективные при лечении психических заболеваний. До этого момента лечение ограничивалось электрошоком и применением инсулина. Число основных психотропных средств относятся транквилизаторы, нейролептики, антидепрессанты. Транквилизаторы Препараты психоседативного, успокаивающего действия. Они применяются для лечения невротических и неврозоподобных состояний. Неврозы Группа функциональных психических заболеваний, развивающихся в результате длительно воздействующих психотравмирующих факторов, эмоционального или умственного перенапряжения. Я ехал в автобусе. Вдруг почувствовал, что мне не хватает воздуха. Как будто бы стало душно. Меня очень сильно забило сердце. Я почувствовала это. Вот какой-то страх, что я умираю. Голова какая-то вся забита мыслями разными. Все болезни. Вот все время думаю какие-то страхи. Но прежде чем транквилизаторы, как и любые другие лекарственные средства, поступают в клиническую практику, они проходят долгий путь тщательных доклинических испытаний. Поиск новых психотропных средств, изучение их свойств и возможных механизмов действия проводится в условиях эксперимента на животных. В этом фильме вы познакомитесь с некоторыми методами оценки психотропной активности препаратов. Наиболее специфичные для изучения транквилизаторов модели конфликтной ситуации. Эта крыса длительное время не получала воду. Удар электрического тока создает конфликтную ситуацию. Пить хочется по-прежнему. Но страх не позволяет животному приблизиться к воде. Это состояние устойчиво. Вводим транквилизатор и наблюдаем за поведением животного. Страх подавлен. Удары электрического тока теперь не отпугивают крысу. Еще один вариант конфликтной ситуации. Спасаясь от ударов электрического тока, подаваемого через пол камеры, крыса быстро находит безопасное место на скамеечке. Усложним эксперимент. Крыс две, а скамеечка одна. Возникает конкуренция за спасительное место. После введения транквилизатора оказывается, что на этой скамеечке можно ужиться и вдвоем. Способность транквилизаторов нормализовать поведение в условиях конфликтной ситуации коррелирует с их анксиолитическим действием. Влияние транквилизаторов хорошо выявляется в опытах с воздействием неожиданно возникающего раздражителя. Крысу обучают находить правильный путь к поилке в лабиринте. После нескольких пробежек навык закрепляется. В привычных условиях крыса безошибочно находит путь к воде. Внезапный яркий свет тормозит активность животного. После введения транквилизатора яркий свет уже не пугает крысу. Таким образом, транквилизаторы оказывают отчетливое нормализующее влияние на поведение в условиях конфликтной ситуации и при воздействии неожиданного раздражителя. Известно, что большинство существующих транквилизаторов обладает мышечно-расслабляющим действием. Этот эффект транквилизаторов можно исследовать на модели вращающейся стержень. Интактные животные без труда сохраняют равновесие. Этим методом хорошо выявляется состояние физиологических систем, участвующих в регуляции мышечного тонуса движений. Транквилизаторы расслабляют скелетную мускулатуру, нарушают координацию движений. Это наиболее отчетливо проявляется при их введении в больших дозах. Транквилизаторы широко применяют не только в клинической, но и амбулаторной практике. Они уменьшают чувство напряжения, беспокойства, тревоги, страха. Однако в связи с мышечно-расслабляющим действием, а также с надворной активностью, их не следует назначать представителям профессии, требующих точной координации движений и повышенного внимания. Нейролептики используют для лечения тяжелых психических заболеваний, сопровождающихся глубокими расстройствами психики с нарушениями отражения реальности, бредом и галлюцинацией. Нейролептики, в отличие от транквилизаторов, обладают антипсихотической активностью. Они способны подавлять бредовые и галлюцинаторные компоненты психических состояний. Существует ряд методов для оценки антипсихотической активности нейролептиков на животных. Метод условных рефлексов наиболее адекватен. У крысы формируется условный рефлекс избегания. Сначала условное световое раздражение подкрепляют безусловным, болевым, включая электрический ток. После нескольких повторений условный рефлекс закрепляется. Крыса прыгает на стержень, не дожидаясь болевого раздражения. Взят условные рефлексы. Смотрите, крыса перестает реагировать на включение света. При этом реакция на безусловное, болевое раздражение сохраняется. Следующая методика, бой крыс, позволяет оценить влияние нейролептиков на агрессивность. Электрическое раздражение подаем через пол. Сначала животные пытаются покинуть камеру. Затем возникает агрессия. После введения препарата, болевое раздражение уже не провоцирует драку. Для анализа действия психотропных средств используют также специальные методики с электрическим раздражением подкорковых структур головного мозга. Сытый кот мирно уживается с крысой. Стимуляция определенных структур через вживленные электроды резко изменяет поведение животного. Препараты из группы нейролептиков активно подавляют агрессивность. Новому соседу ничего не угрожает. Подобные методы открывают дополнительные возможности для изучения локализации и механизмов действия психотропных веществ. Эту неестественную для животного позу каталепсию или восковую гибкость вызывает большинство нейролептиков. Со временем действие препарата проходит. Двигательная активность восстанавливается. Тремор, скованность, патологическое повышение тонуса мышц побочные эффекты нейролептиков клиники. Явление паркинсонизма, даже как и антипсихотическое действие нейролептиков, по-видимому, в основном связано с их антидофаминовыми свойствами. Симптомы лекарственного паркинсонизма устраняют снижением дозы нейролептиков или назначением корридирующих препаратов. Применение нейролептиков нормализует поведение, возвращает трудоспособность, создает условия для социальной реабилитации больных, ранее обреченных на длительное пребывание в стационарах. Антидепрессанты также одна из важных групп психотропных средств. Их применяют для лечения депрессий, состояний, проявляющихся подавленностью, тоской, редко с мыслями и попытками к самоубийству. Экспериментальная оценка действия антидепрессантов особенно затруднена, ведь речь идет о чувствах, эмоциях, настроении человека. И все же для этих целей можно использовать ряд более или менее специфичных методик. Одна из широко применяемых — феноминовая стереотипия. Феномин, введенный к крысе, вызывает однообразные стереотипные движения, регистрируемые счетчиком. У крысы, получившие одновременно феномин и антидепрессант, стереотипия более выражена. Чувствительные приборы отчетливо улавливают разницу в количестве движений животных. Способность антидепрессантов усиливать феноминовую стереотипию позволяет прогнозировать их активность в клинических условиях. Оценку антидепрессантов иногда проводят и на более простых моделях. В этом безвыходном положении контрольная мышь быстро теряет надежду на спасение. Мышь, получившая антидепрессант, продолжает бороться, пытаясь найти выход. И вот спасение в награду за упорство. В какой-то степени на животных удается моделировать состояние, сходное с депрессией. Сравните поведение этих двух котов. Чёрному коту вводили резерпин. Препарат, истощающий запасы моноаминов в центральной нервной системе. Кот апатичен, ни к чему не проявляет интереса. У него нарушена двигательная активность, подавленные инстинкты. Антидепрессанты восстанавливают обмен моноаминов, нормализуют поведение животного. Ещё более точно оценить спектр действия психотропных средств помогают эксперименты на более высокоорганизованных животных. Обезьянах. Обезьяну обучили во время звукового сигнала нажимать на рычаг и в награду получать лакомство. Разлучив обезьян, можно спровоцировать нарушение высшей нервной деятельности. У оставшегося в одиночестве самца возникли психические и вегетативные расстройства. Учитывая индивидуальную реакцию, а у этой обезьяны явные признаки депрессии, был введён антидепрессант, который способствовал восстановлению психического состояния животного. Такие модели помогают более точно оценить спектр действия психотропных средств и прогнозировать их эффективность. Клинические действия антидепрессантов выражаются в уменьшении чувства тоски, в появлении бодрости, в повышении работоспособности, инициативы. В этом фильме вы познакомились только с некоторыми экспериментальными методами оценки трёх групп психотропных средств. Дальнейшее совершенствование методических приёмов в психофармакологических исследованиях должно способствовать изысканию новых, ещё более эффективных и безвредных психотропных препаратов. Субтитры создавал DimaTorzok